В Одинцовском районе Подмосковья вандалы осквернили братскую могилу воинов, павших в годы Великой Отечественной. Свастику и другие символы нанесли прямо поверх имён погибших солдат. Случившееся повергло местных жителей в шок. Слово Александру Карпову. Этот скромный монумент у села Перхушково – один из многих тысяч подобных памятников павшим героям Великой Отечественной войны, разбросанных по полям и лесам России. Возле него не бывает помпезных мероприятий и иностранных делегаций. Но для местных жителей он дорог так же, как и могилы родных. Вчера вечером случилась беда. Неизвестные вандалы надругались над памятником. Вчера гуляя по лесу, я обнаружил свастику на этом памятнике и надписи «88СС». Я был в шоке. Мы даже об этом не говорили старым людям, потому что наши сердца рвутся, а их могут и не выдержать. Я бы не назвал это хулиганство хуже. В разы хуже. Это самое настоящее преступление. К памяти, к жителям. Страшной осенью-зимой 1941-го линия фронта проходила всего лишь в 40 километрах от села. На окраине Перхушкова была ставка командующего Западным фронтом Георгия Жукова и фронтовой аэродром. А в самом селе – госпиталь, куда доставляли тяжёлых раненых с передовой. Тех, кого довезти не успевали, хоронили прямо на краю аэродрома. Моя прабабушка Феня, она ухаживала и за могилой, и помогала раненым солдатам. Сколько там всего человек? Сложно сказать. Так как это братская могила, мы только знаем тех людей, которые были вынесены на памятник фамилии. А конкретное число неизвестно. Всего на памятнике 13 фамилий. Однако старики из Перхушкова, пережившие войну, рассказывали, что на самом деле похороненных могут быть сотни. Осенью 1941-го очень многое не документировалось. Ясно одно – это большая братская могила, за которой ухаживает уже пятое поколение сельчан. О, Господи, обидеться нам, благословен гряды, по имя Господне. Конечно, своих учеников каждое 9 мая я старалась отводить на братскую могилу, что-то им рассказывать, устраивать. Ну, какие-то маломальские праздники там с детьми. И, конечно, вчерашнее сообщение об этом меня шокировало. И, ну, просто... Ну, просто до слез, честно. Никто в селе не может поверить, что этот акт вандализма – дело рук своих, местных жителей. Говорят, скорее всего, памятник размалевали приезжие варвары. Полдесятого вечера мне был звонок от жителей. Мне сообщили об актах вандализма на памятнике, который мы давно за ним ухаживаем. Надо было оперативно принимать решение. Мы в ночь, я вывела людей. В два часа мы закончили работу и привели всё в надлежащий вид. Можно испачкать камень, но никому не под силу замарать память о павших героях, отстоявших ценой жизни Родину. Александр Карпов, Михаил Ростовцев, Вести, Москва.